Генрих Герц, немецкий физик, в 1988 году опубликовал свою работу фундаментальную, надо о нём поговорить. Основное достижение это экспериментальное подтверждение электромагнитной теории Джеймса Максвелла. То есть Герц экспериментально доказал существование электромагнитных волн, показал, что ведут они себя именно как волны, то есть имеют отражение, интерференцию, дифракцию, поляризацию. Ну и также доказал, что в принципе свет это разновидность электромагнитных волн. Результаты Герца легли в основу создания радио. Ну и в общем-то Попов и Маркони, они все считали Герца своим предшественником. Это как бы один полюс, то что свет это волна. Продолжали и тогда уже утверждать, что свет это частица, и дальше это всё привело к становлению современного корпусулярно-волнового дуализма, согласно которому элементарные частицы имеют свойства и частицы, и волны. Ну Герц он именно волновую, конечно, теорию подтвердил. Герц из семьи евреев, хотя он, конечно, лютеранин был. Дед, отец Генриха Герца приняли лютеранство, после чего они стали, соответственно, респектабельными немецкими бюргерами, но еврейское происхождение ему нацисты, конечно, не простили Герцу. Учился в гимназии, коммерсанты у него, родители были, естественно, потомственные евреи. В общем-то, Герц на самом деле был к тому же лингвистом, и кончил он Берлинский университет по гуманитарной специальности, получил степень доктора философии, но увлекся электричеством, и в аспирантуру поступил к физикам, к Гельмгольцу, которые тогда развивали вот эти все вопросы электротехники. Уже в 83-м году он, не имея, насколько я понимаю, образования в высшей области физики, стал лектором теоретической физики, и в 85-м году, сдав соответствующий экзамен, стал профессором физики в высшей технической школе в Карл-Слуре. Вот работая там профессором физики, он и открыл электромагнитные волны, то есть доказал их существование, теоретически их открыл Максвелл. Помимо электротехники он занимался метеорологией, ряд тоже изобретений в этой области сделал. Также он писал статьи по механике контактного взаимодействия. Правда, говорят, он не учитывал адгезию, то есть слепание между твердыми телами. Но самые его известные и серьезные работы – это исследование электромагнитных волн. Я уже немножко рассказывал о вибраторе Герца. То есть он изобрел антенну. Антенна выступала как передатчик, то есть на ней был, значит, искровой разряд. И называлась она у него симметричный вибратор. А как приемник выступало незамкнутое проволочное кольцо или прямоугольная рамка с латунными шариками на концах. То есть приемник, резонатор был немножко по-другому устроен, проще, чем передатчик. Ну так вот, Герц обнаружил в 87-м примерно году, что если в передатчике происходит разряд, то в разрядном промежутке резонатора, удаленного от передатчика на 3 метра, тоже проскакивает искра. То есть он не передавал никаких слов на расстоянии, хотя вот это радио и есть. Он передавал искру. Вот он давал искру в антенну, в приемнике тоже была искра. Вот это было доказательство, что волны электромагнитные распространяются на расстоянии бесконтактно. Ну, он провел всевозможные их исследования, измерил их скорость, отражение, преломление и поляризацию и показал, что во всех отношениях ведет как волна и даже она неотличима от света. То есть имеет скорость света и полностью ведет себя как свет. Вот это считалось все подтверждением теории Максвелла. И его работа фундаментальная вышла в декабре 1888 года, называлась «О лучах электрической силы». После этого это все очень бурно распространилось. Все физики начали срочно все эти эксперименты с электромагнитными волнами, раз уж они были открыты. Герц при этом считал, что его открытие непрактичное, что это все теория, что какого-либо применения не будет, хотя какое-либо применение буквально вот уже через 10 лет уже радиоизобрету сразу будет на самом деле применение. Но даже на теоретическом уровне это было серьезно, и он стал прямо главным физиком Европы сразу. Все его результаты бурно обсуждали. Помимо доказательств, что это волна, и что она тождественна по свойствам со светом, он показал, что электромагнитные волны через одни виды материалов проходят, а другими материалами отражаются. Это открытие привело потом к появлению радаров. Также он заметил, что заряженный конденсатор теряет свой заряд быстрее при освещении его ультрафиолетовым излучением. Это фотоэффект, который тоже Герц открыл. Теоретически это явление обосновал Эйнштейн в 1921 году. Надо сказать, что Герц рано умер, совершив свое великое открытие. Видимо, вот карма его исчерпалась. В 1992 году у него была инфекция, его несколько раз оперировали, но не смогли, медицина все-таки была слабая. В 1894 году в возрасте 36 лет Герц умер. Герц, то есть Герц умер в 36 лет. Причем умер, когда уже начались практически применения. Когда уже радио изобретали, Герц трагически умирал, и вся Европа, так сказать, плакала, что сделал такое реальное открытие, и тот же умер. Нацисты его не любили, потому что этнический еврей, хотя у него уже и дед был лютеранин, все равно они там его портреты снимали, и пытались кинуть гадости против него писать. Родственники Герца были вынуждены эмигрировать в Англию, потому что все равно по понятиям нацистов они были евреи, и хоть там и 200 лет христианства приняли. В честь Герца установлены единицы измерения Герц Международной литеротехнической комиссии. Наш Александр Попов вместе с Рыбкиным, когда в первый раз демонстрировали радио в России, в 1997 году, то есть уже через три года после смерти Герца, уже Попов радио в России показывал, и они передали слово Герц в честь изобретателя антенны. Собственно, Герц изобрел антенну, так как без нее вообще передавать невозможно, конечно, были электромагнитные волны. В честь Герца сейчас назвали кратер на обратной стороне Луны, выпущена памятная медаль в его честь. Ну, в общем, помнят у нас Генриха Герца. Больше сказать нельзя, вот рано умер, вот одно открытие совершил, и умер такая целостная и законченная жизнь была у человека.